В Ярославле вспышка кори. Официальные данные о числе заболевших в Роспотребнадзоре пока не называют. Неофициальные источники сообщают, что нескольким десяткам пациентов поставлен такой диагноз. Анализы больных отправлены в Москву для исследований в спецлаборатории. Наш корреспондент Нина Свечникова подробнее. По одной из версий, первоначальным источником распространения болезни стали дети из цыганского табора. В Ярославле цыгане уже много лет живут на окраине Фрунзенского района, недалеко от радиозавода. Как полагают врачи, дети заболели первыми, потому что не были привиты от кори. Мы напугались. Сперва у меня голова болит. Думали, что это... От детей болезнь перекинулась на взрослых и позже вышла за пределы общины. Ведь передается она бытовым, воздушно-капельным путем. Один такой пациент, 30-летний мужчина, был доставлен в отделение пульмонологии 2-й клинической больницы. В этом отделении сейчас объявлен карантин, а больного почти сразу отправили в инфекционку. В настоящее время карантинные мероприятия по терапевтическому отделению сняты. Отделение работает в полном режиме. И по пульмонологии карантин продлен до 1 января включительно. Данные мероприятия были введены для того, чтобы проконтролировать состояние пациентов, которые находились в контакте с больным, для того, чтобы исключить возможность заражения поступающих в больных в отделение. К слову, непривитых от кори больных в стационар не принимают. А все врачи и медицинские работники имеют такие прививки. Без них даже на работу в лечебное учреждение не возьмут. В свою очередь в Роспотребнадзоре и детей, и взрослых призывают непременно прививаться от кори. Конечно, необходимо прежде всего решить вопрос на сегодняшний день с иммунизацией тех лиц, которые не привиты против кори. Иммунизация против кори проводится в плановом порядке, начинается в детском возрасте. Те взрослые, которые на сегодняшний день не привиты против кори, должны быть привиты двукратно. Это можно сделать в условиях поликлиники по месту жительства. Основные симптомы заболевания корью – сыпь и высокая температура. Обычно дети болезнь переносят легче, чем взрослые. Тяжелых случаев в Ярославле пока не зарегистрировано, а часть легко заболевших уже из больницы выписаны домой. Нина Свичникова, Михаил Орлов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok